Здравствуйте! В студии работает Вадим Дзюба. Какие события этой недели запомнились русскому миру, узнаем глазами наших корреспондентов в этом выпуске. Ежегодные торжества в память о русских военнопленных пройдут в Словении. Выставка советской культуры открылась в Новой Третьяковке. Международная премия «Пушкин и 21 век» объявила победителей. А сейчас более подробно об этих и других новостях. Часовня на горном перевале «Выршич» уже много лет является символом дружбы народов России и Словении, Ежегодно здесь в июле проводятся мемориальные встречи в дань памяти погибшим русским военнопленным. Русская дорога – так называют этот путь, который в годы Первой мировой войны прокладывали военнопленные на Альпийском перевале «Выршич». В 1915 году австрийская армия разбила здесь лагерь для 10 тысяч солдат. Большая часть из них были русскими. По приказу австро-венгерского командования пленники строили 30-километровую дорогу для соединения с линией фронта. Работа продолжалась около года. Люди страдали от холода и хронической усталости. Вскоре среди пленных распространились болезни. Тиф и холера молниеносно сокращали ряды солдат. С приходом весны участились снежные лавины. В марте 1916 года пришла роковая стихия. Под ледяным покровом оказались более 500 человек. Те солдаты, которые остались в живых, построили на вершине горы деревянную часовню в память о соотечественниках. Сейчас она имеет статус памятника культуры. 25 июля на вершине Краньска горы в Словении вновь пройдут традиционные мемориальные торжества. В этом году формат и новостная повестка мероприятия планируется немного измениться. Участники встречи уделят особое внимание тем, кто в период пандемии проявил исключительную организованность, компетентность и сочувствие. В шествии примет участие председатель Государственного совета Республики Словения Алоэс Ковшца. Встреча у часовни завершится поминальной молитвой, после чего все гости смогут посетить встречу Общества Дружбы Словения и Россия. Организаторы подготовили широкую культурную программу. Для публики выступит музыкальный ансамбль и квартет «Калинка». Традиция подобных мемориальных встреч зародилась в конце 90-х годов, когда власти Словении и России решили проводить на этом месте молебны при участии Русской Православной Церкви. Ежегодно на памятное место съезжаются правительственные делегации, чтобы почтить память погибших и почувствовать единение между странами-союзниками. Фонд «Русский мир» поддерживает культурные и образовательные программы мероприятия. Совместно с Обществом Дружбы Словении фонд проводит памятные концерты с участием лучших российских вокальных и хореографических ансамблей. Узнать больше о культуре 60-х и погрузиться в духовный мир советского человека теперь можно на выставке «Не навсегда». Новая Третьяковка уже открыла свои двери для посетителей, и в числе первых гостей оказалась наш корреспондент. Смотрим репортаж Полины Прокопенко. Открыть для себя историю советского послевоенного искусства и проследить за идеалами эпохи постмодернизма. Такова задумка выставки «Исследования не навсегда» в новой Третьяковке. 60-е в советской культуре стали символом застоя. Эхо войны и новые правила общества повлияли на привычный уклад жизни советских граждан. Политической свободы не стало больше, но тем не менее привычки и повсегемный досуг сильно изменились. Люди стали делиться на сообщество по интересам, деятели искусства углубились в поиск идентичности, а на смену индустриальной культуре пришла информация. Выставка «Не навсегда» представляет более 400 экспонатов. Это художественные произведения совершенно разной тематики и стиля. Все образы удивляют своей оригинальностью. На входе посетителей встречает характерная тому времени разноцветная мозаика, из которой выложены образы главных политических деятелей. В залах большое внимание уделяется авторским картинам и скульптурам. Эта выставка показывает всю сложность и дуализм этого времени, но показывает также и то, что была возможность ухода от той реальности, которую ты отторгал. И все эти варианты ухода, на мой взгляд, блестяще проанализированы кураторами выставки. В толкновении интересов, идеология времени и побег от реальности – именно эти темы олицетворяют экспонаты выставки «Не навсегда». Зрители смогут увидеть восемь залов, в каждом из которых представлены уникальные символы эпохи. Так, один из разделов выставки «Деревня» демонстрирует уход человека от привычной и родной земли в большой город. Это одновременно трагедия и переход к новой индустриальной жизни, своеобразной утопии идеалов советского времени. В выставке восемь разделов. Первый раздел «Ритуалы власть» погружает в советский контекст, показывает образцы монументальной пропаганды. Следующие семь разделов демонстрируют разные варианты бегства от действительности. Методом осмысления советской культуры для нас стал психологический анализ, и мне кажется, что это как раз может быть очень востребовано у зрителей сегодня. Специально к открытию выставки организаторы разработали экспериментальную рекламную кампанию, которая иллюстрирует собирательные образы героев этого времени. Госслужащий, инженер-конструктор и молодая девушка, которая активно следит за всеми модными тенденциями в условиях тотального дефицита, предстанут на афишах выставки, а также встретятся вместе в коротких рекламных роликах. Мы надеемся, что эти яркие образы порадуют наших пустителей, и с ними можно сфотографироваться в музее, и, конечно же, они должны привлечь внимание к нашей выставке. И это тоже отражение такого антропологического характера выставки, потому что она не только про искусство эпохи застоя, она еще и про характер, про быт, она про то, как люди жили, про то, как они себя чувствовали, про психологию этого времени. И мы надеемся, что этот рекламный ход тоже отражает вот этот посыл выставки, заложенный кураторами. Для всех желающих узнать больше об искусстве эпохи застоя, Третьяковская галерея подготовила одноименный проект «Не навсегда». Увидеть его можно на медиаплатформе «Лаврус». В материалах курса собраны интервью с кураторами выставки, современными художниками, а также тематические подборки эталонной литературы эпохи 60-х. В фестивале русской православной культуры «Царские дни», который традиционно проводится в Екатеринбурге, в этом году попробовал новый формат в режиме онлайн. «Царский музыкальный вечер» можно было послушать всей семьей прямо у себя дома. Чем еще запомнился ежегодный исторический фестиваль, смотрим в следующем сюжете. Памятные мероприятия «Царские дни» ежегодно собирают тысячи жителей России. Православные россияне и те, кто чтут имя государя-императора, приезжают в Екатеринбург, где 102 года назад, в июле, завершили свои дни Николай II и члены царской семьи. Торжественные события продолжаются целую неделю. Ежедневно идут богослужения в святых местах города, а также проходит особый крестный ход по пути прибытия царственных страстотерпцев в Екатеринбург. Самым главным и знаковым событием считается ночная литургия на площадке перед храмом на Крови, где и погибла царская семья. Наряду с богослужениями проводится одноименный фестиваль православной культуры. В этот раз из-за сложной эпидемиологической обстановки организаторам пришлось перенести часть мероприятий в онлайн-режим. Трансляция концертов «Царский музыкальный вечер» проходила в социальные сети на странице Екатеринбургской епархии. В участии принимали детские фольклорные ансамбли, православные коллективы и лауреаты международных конкурсов. ПЕСНЯ 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 Помимо развлекательной программы, фестиваль представил так называемые «царские встречи». Кандидаты исторических наук, сотрудники музеев и заслуженные представители российского просвещения провели лекции по русской истории и культуре. Как отмечают организаторы фестиваля, почитание царской семьи приобретает международный масштаб. На праздничные мероприятия съезжаются не только люди со всей России, но и за рубежа. Примечательно, что в этом году Екатеринбургская епархия организовала бесплатные пригородные поезда для жителей России из ближайших городов. ПИСАТЕЛИ Первая премия «Пушкин и 21 век» – проект, в котором участвуют исключительно профессионалы литературной и языковой сферы. Это филологи, критики, писатели и поэты со всего мира, которые создают новаторские произведения, а главное – стремятся популяризовать русский язык. В этом году состоялось первое вручение премии. Тема сезона – Москва. Участники прислали сотни стихотворений и поэтических публикаций в журналах, среди которых оказалось множество произведений о российской столице. Претендовать на победу можно было в пяти номинациях – «Искусство поэзии», «Поэтическая книга», «Поэзия в журнале», «Стихотворение года», а также «Критика» и «Культурология». Среди знаменитых соотечественников, которые одержали победу на премии, оказался фронтмен группы «Аквариум» Борис Гребенщиков. Культовый поэт и композитор отметился в номинации «Поэтическая книга» за свое издание «Песни». Это издание считается главным и полным собранием творчества Гребенщикова. Огромное спасибо. Большой привет Международной премии «Пушкин и 21 век» всего самого лучшего. Проект «Пушкин и 21 век» уникален своей концепцией. Жюри представляет лучших литераторов, культурологов и критиков. Они отбирают те поэтические произведения, которые олицетворяют светлую и героическую поэзию, по-своему идеальную, и, как отмечают сами организаторы, не ведущую к концу света, но формирующую сильное духовное общество. Патриарху болгарской литературы исполнилось 170 лет. Имя и творчество Ивана Вазова очень ценятся в Болгарии. Поэт стал символом не только возрождения литературы, но и становления независимого государства. Специальный репортаж подготовили наши коллеги из русского центра города Старозагоры. Болгарский Пушкин или патриарх литературы – так называют литератора Ивана Вазова. За годы творческой деятельности писатель создал несколько тысяч произведений. Это стихи, небольшие рассказы поиски, а также исторические романы. Многие его работы считаются национальным достоянием. Ивана Вазова на протяжении всей жизни тревожила судьба и история родной Болгарии. Он был политически активен, поддерживал социалистические идеи, занимался революционной деятельностью, из-за чего даже был вынужден эмигрировать в Румынию. Во время русско-турецкой войны писатель работал на своей первой поэтической трилогии о страданиях Болгарии. Именно она принесла Ивану славу и звание народного поэта. В личных воспоминаниях он часто писал о том, что лирический герой многих произведений – его прототип. Такой же ненавистник буржуазии, полицейского режима и морального разложения нового государства. В день рождения поэта 9 июля русский центр в Болгарии провел творческий вечер для детей-сотрудников. Педагоги сделали презентацию о жизни и творческом пути поэтам, а молодые ученики приняли участие в литературных чтениях. В конце мероприятия все дети получили подарочные открытки со стихотворением Ивана Вазова «Россия». Наш следующий сюжет особенный. Эта работа участвует в конкурсе «Корреспонденты русского мира». Репортаж о возрождении народных промыслов, древнерусской письменности и культуры пришел нам от Анны Суницы из города Павловский посад. Художник Вадим Сташкевич уже несколько лет работает в Павловском посаде, потому что именно здесь, в городе, где живет старинный промысел, по словам художника, есть особая творческая атмосфера. Вадим Сташкевич известен далеко за пределами России. Его работы хранятся в коллекциях по всему миру. Мифы, легенды, письменные памятники, собранные художником в экспедициях по отдаленным уголкам России, находят отражение в его работах. Меня много очень лет интересовали символы, орнаменты и сюжеты до Мальгольского периода в Руси, потому что они оказали сильное влияние на то, что потом происходило. Но чтобы это понять, я много лет интересовался археологией, то есть княжескими украшениями древней Рязани, я сам рязанец. И мои поездки в экспедиции по территории России, Кострома, Суздаль, потом дальше Вологду уже, Великий Устюг, лишь больше меня вовлекало в том, что были огромные знания о гармонии человека и внешней среды, что очень важно, особенно сейчас. И самосознание человека было совершенно. И мне было интересно, почему и каким образом, как символы работали, как они с одного предмета переходили на платье, с платья на прялку, с прялки на мешалку, и в результате на кокошник, и увенчивали просто красотой. Мне всегда интересовало, где звено, связывающее людей во времени и пространстве. На полотнах и изразцах, выполненных мастером, переплетаются сакральные знания, которые наши предки пытались сохранить на страницах первых книг. В его картинах начинают оживать птицы-девы и грифоны из орнаментов древних белокаменных храмов. Изразец – это самостоятельный вид искусства, малоизученный. Чтобы познать это, я ушел в монастырь. Сначала у меня не светское монастырское образование. В московском монастыре Андрея Стартилата я первые свои изразцы делал, а потом уже на Истрия в Ново-Юрусалимском монастыре. Потому что только в таких местах можно понять смысл технологии изразцов. А мне нужны были мастера, которые научат меня в технологии 17 века. Потому что расцвет изразцового искусства в России приходится на 17 век при царе Алексея Михайловича Романове. И чтобы это узнать, я ушел в монастырь на полтора года. И первые работы, которые делал, они были не копии более древних, а что, в общем-то, все изразцов дел мастера делают. А меня интересовало совершенно новое. А новое – это символика княжеского украшения 12 века эпохи Андрея Боколюбского и белокаменные соборы князя Андрея Боколюбского. Потому что я это верхом изобразительного искусства, архитектурных памятников считаю и эстетического свойства. На полотнах Вадима Сташкевича древние рукописи обретают вторую жизнь, становясь основой картины. Прорастая корнями букв в изображении, они создают единый образ. Его творчество уникально, ведь в его работах сливаются воедино современность и исторические традиции. Его творения органично сочетают в себе духовные и исторические черты времени и представляют, несомненно, интересы, ценности. Гармонично соединяется смысл текста и его сюжет. То есть новые гармонии открываются при соприкосновении в таком не визуальном, а практическом. И цикл новых работ, страницы «Нечитанный книг», он посвящен старым страницам. То есть одна заглавная буква «Ж» и со страницы 17 века – это целое произведение может быть с птицедевой, означает слово «живете». То есть заглавная буква просто из книги может быть шедевром огромного размера. Вадим Сташкевич ищет вдохновение в древних литературных памятниках 13-15 веков. Орлы-грифоны и улыбающиеся львы, ассоциирующиеся с отвагой, храбростью и доблестью, попадая на полотна изразцы мастера, рассказывают свою историю зрителям. Ведь спустившись из-под куполов храмов и оказавшись рядом с людьми, они становятся близкими и понятными. Уникальность его творчества в том, что он стал первооткрывателем, начав сочетать фрагменты письменных исторических источников с живописью. Его картины не иллюстрации к тексту, а цитаты на них не просто фрагменты летописи, а не единое целое, где каждая часть живет и дышит современностью, сохраняя в себе богатые наследия прошлого. Творчество Вадима Сташкевича обещает стать началом большого творческого проекта на благодатной земле Павловского посада. Анна Суница, Григорий Кумпиков, События недели. О самых интересных событиях из жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. А я напоминаю, что каждый из вас может стать корреспондентом русского мира. Принимайте участие в нашем четвертом международном телевизионном конкурсе. Все подробности на сайте www.ruscommir.ru Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok